В Кольчуге на двоих волонтеров увезли в реанимацию после взрыва боевой гранаты прямо в кафе. О произошедшем рассказали в местной газете. В региональном следкоме информацию подтвердили и сообщили о процессуальной проверке. В социальных сетях издания «Кольчугинские новости» ссылаются на доклад заместителя начальника управления гражданской защиты Кольчугинского района Людмилы Проказниковой, которая выступала на планерке главы. Как уточняется, произошло все 21 июня в кафе «Селе Паеле», расположенном на окружной дороге за микрорайоном «Аэродром». Двое мужчин каким-то образом взорвали гранату в подсобном помещении. Оба они – волонтеры, осуществляющие доставку полезных грузов в зону СВО. По некоторым данным, один из них – член Ассоциации ветеранов боевых действий, а другой состоит в Ассоциации «Добрые сердца», которая занимается доставкой на фронт генераторов, тепловизоров, приборов ночного видения и прицелов. После взрыва мужчин с тяжелыми осколочными ранениями доставили в реанимационное отделение Кольчугинской ЦРБ. Как сообщает источник «Шестого канала» по этой истории, даже возбудили уголовное дело. Однако по какой статье – пока не ясно. Другие собеседники редакции сообщают, что граната сдетонировала из-за попытки ее разобрать. При этом находились мужчины якобы не в заведении общепита, а внутри автосервиса, который располагается в одном здании с упомянутым выше кафе «Селе Паеле». Как все было на самом деле, предстоит выяснить следствию. Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ранним утром в центре Владимира произошла смертельная авария. Двое молодых людей 25 и 23 лет двигались на питбайке от гостиницы «Заря» в сторону «Золотых ворот» и наехали на бордюр. От удара мототранспорт отлетел в сторону, а молодые люди – на асфальт. Как сообщили в ГАИ, авария случилась 26 июня около 5 часов утра на Дворянской улице, не доезжая до спуска к стадиону «Торпеда». Водитель с 1999 года рождения управлял питбайком. Допустим, наезд на правый по ходу движения бордюр, после чего произошло падение на проезжую часть дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель питбайка получил ушибы, а пассажир питбайка от полученных травм скачался на месте происшествия. Возможно, его мог бы спасти мотошлем, но они оба ехали без защиты, уточняют в дорожной полиции. По фото можно заметить, что питбайк отбросило достаточно далеко от места столкновения. С какой скоростью двигался мотоциклист в ГАИ, не сообщают. В комментариях в соцсетях владимирцы предполагают, что парни могли испугаться патрульных и прибавить газу. Интересно, из-за погони это случилось? Дорога пустая, просто упасть как-то мало верится. Кто бы что ни говорил. Если бы не погоня, он жив остался бы. В каком состоянии находятся сотрудники из-за погони, если они лишили жизни человека? С нами связался очевидец происшествия, но пояснил, что никакой погони не было. Машины ДПС приехали с противоположной стороны. Они выехали со светофора, их что-то начало мотать, занесло, они врезались в бордюры. Никакой погони, никаких машин ДПС не было. Но они слетели вместе. И получается, вот парень с белой футболкой просто смягчил падение второго. Таким образом, пассажир, который при падении оказался снизу, скончался от полученных травм. Но маневр, привезший к смерти, все равно остается непонятным. Возможно, водитель был пьян. Такую информацию в ГАИ отказались сообщать, ссылаясь на то, что пока проводится проверка. Но, судя по поведению водителя после аварии, вероятность такая есть. По виду он был пьян. По его поведению он сразу начал куда-то звонить, искать свою обувь, которая у него слетела во время падения. ДПС пытались его усадить на газон. К приезду скорой он уже тут весь тротуар обошел. Официально сейчас проводится расследование смертельного ДТП. По его результатам будет понятно, что стало причиной аварии и были ли молодые люди пьяные. Дарья Полищук, 6 канал. Дарья Полищук, 6 канал. Смоленской государственной медицинской академии. После этого поступила на ординатуру по направлению акушерства и гинекология. После окончания учебы стала работать врачом-акушером-гинекологом в ОКБ. В 2009 году она заняла должность заведующей отделением патологии беременности номер 2. Всего в областном перинатальном центре Денисова трудилось 21 год. Теряют земли сотками. Дачники одного из садовых товариществ в Добром остались один на один с болотом. Люди рассказывают, топь с каждым годом укорачивает их участки. Так многие уже остались без сараев, других хозпостроек, грядок и посаженных деревьев. Произошла запруда этого ручья. И вот мы, собственно говоря, то, что видим. Уже 7 лет мы просто не можем пользоваться соткой земли. У нас ушли строения под воду. Это болото. Вот мой участок. С каждым годом теперь он затопляется все больше и больше. Болото не расчищено. И мы потеряли хозпостройки, которые были тоже в прошлых годах. Речь идет об СНТ номер 4 50-летие октября. Оно ограничит с железной дорогой. Сады начали образовываться здесь еще с 1967 года. Тогда участки выдавались машинистам поездов и другим работникам железной дороги. На тот момент насчитывалось больше 150 жилых территорий. Люди строили дома и оставались там на несколько сезонов. Сейчас же участков около 80. Половина из них заброшена. Как рассказывают садоводы, некоторые территории остались без хозяев, так как под воду уходят уже целые жилые дома, а не просто сараи. Раньше на месте болота был небольшой ручей, через который местные прокладывали помостки и ходили прогуливаться к клязьме. Теперь же вода сильно загрязнилась и застоялась. Как объясняет председатель СНТ Анна Гнетнева, активно разбираться с этим начали только три года назад. Оказалось, что за земли, находящиеся за границей участков, отвечает РЖД, и чистить ручей должна была госкомпания. Однако помощи от железнодорожников люди дождаться не могут. Я пошла в железную дорогу Владимирскую. Вот встретилась уже с инженером, с Денисом Владимировичем. Он приехал, посмотрел. 15 минут потоптались они командой и уехали. На что был ответ, когда я позвонила, что же вы там сделали. Он сказал, что ничего не сделали. Я не знаю, как это делать, не знаю, чем делать и когда это будет. Такие отговорки и подобные отписки продолжаются по сей день, рассказывает председатель СНТ. Дошли уже и до главного офиса РЖД. В разговорах железнодорожники ссылаются на тех, кто устанавливал вышку сотовой связи. По их версии, якобы при монтаже на ее территории сделали насыпь и проложили трубу, в которую и должен был уходить ручей. Но вот диаметр этой трубы оказался слишком мал для такого потока воды. Шестой канал также обратился к главному инженеру участка дороги, проходящей рядом с СНТ, чтобы понять, планируют ли как-то устранять это болото. Сотрудник госкомпании свою фамилию называть не стал. А людям-то что делать? Неужели нет никакого вообще выхода из этой ситуации? Я пока тоже не знаю. Пускай напишут на оператора, кто оператор. А разве это не вы должны связываться с этим оператором? Почему? Мы должны трубу-то не ложили. Ни земную трубу не ложили, ни у кого не прокладывали. В общем, как помочь дачникам СНТ 50-летия октября, в РЖД, видимо, не знают. В госкомпанию мы дополнительно направили официальный запрос. Хотя главный инженер путевой части нас заверил. Вместе с командой они приезжали и даже чистили болото с помощью экскаватора. Только вот это, цитата, эффекта не дало. Трубу хоть как-то люди пытаются чистить самостоятельно. С подручными средствами задача не из легких. Нужно сначала перейти болото в резиновых сапогах и в надежде не утонуть. Дачники уже потеряли надежду на то, что железнодорожники придут им на помощь. Теперь они будут готовить коллективные обращения в прокуратуру. Редакция 6 канала также просит надзорные органы обратить внимание на эту историю. Маргарита Вачкова, Артем Замозкин, 6 канал. В Владимирской области появились дополнительные средства. 3,7 миллиарда рублей. Как стало ясно после июньского заседания Захсобрания, они пойдут на социально значимые цели. Повышение зарплат, строительство школ и на новые дороги. Примечательно, что новые средства появились от прибыли инвесторов. Как отмечает председатель областного парламента Ольга Хохлова, как раз инвесторы и являются основными налогоплательщиками. Такая стратегия, я считаю, стратегическая работа, когда мы должны привлекать инвесторов в нашу область, создавать рабочие места, новые предприятия и получать от них доходы в наш бюджет. Так, около 2 миллиардов рублей будет направлено в сферу образования. Из них почти 500 миллионов пойдут на строительство школ, на 1100 мест в Коврове и Покрове, а также на 500 мест в Вязниках. Владимирский филиал ПИМУ тоже получит свою долю из бюджетного пирога в виде 7 миллионов рублей. Благодаря этому будет расширен набор на специальности педиатрия и лечебное дело. Еще 26,3 миллиона уйдут на благоустройство образовательных организаций в Кольчугинском и Гусь-Хрустальном районах. Городу Владимиру дополнительно выделят 1,2 миллиона рублей в связи с открытием нового детского сада на 33 ребенка. Оставшаяся сумма, а это около полутора миллиардов, пойдет на увеличение зарплат. Напомним, учителям, врачам и соцработникам поднимут зарплаты, а в малых населенных пунктах кураторов и классных руководителей ждет прибавка в 10 тысяч рублей. Что касается сферы здравоохранения, то туда направлено около 430 миллионов рублей, а на соцполитику 279. Из них 94 миллиона уйдут на поддержку многодетных семей. Не забыли и про дороги. 370 миллионов пойдет на строительство дорог, а также на проектирование и создание новых автоматических пунктов весогабаритного контроля. Объект нашего контроля – это дороги. Мы знаем, что большие суммы выделяются на ремонт дорог во всех муниципальных образованиях. И сегодня депутаты контролируют именно этот вопрос, чтобы было качественно и вовремя выполнено этой работой, и средства были вложены именно по этому направлению. Впервые из регионального бюджета мы выделили средства по инициативе губернатора на благоустройство территории в муниципалитетах. Помимо принятия изменений главного финансового документа региона, парламентарии утвердили рекомендации по его улучшению. Одна из них касается депутатского контроля, то есть проверки качества выполнения работ, проводимых за счет областного бюджета. Детское питание в школах. И сегодня даже на законительном собрании вы слышали, депутаты рассказывали о том, насколько качественным становится питание детей в школах. Я считаю, что плюс нам тоже заслуга, потому что мы этот вопрос не оставляем без контроля. Продолжаем контролировать. На июньском заседании депутаты также приняли несколько налоговых мер поддержки. Так, предприятиям, которые работают по упрощенной системе налогообложения, в этом году предлагается льгота по уплате налога на имущество – 35%. К слову, эта мера распространяется на деловые и торговые центры, нежилые помещения для офисов и общепит. Также от налога на имущество полностью освобождены сельские почтовые отделения. К сожалению, на селе есть категории наших граждан, которые живут одни, и им очень важно, чтобы пенсия к ним приходила. И более того, не на банковскую карточку, а так, чтобы они могли получить эти деньги и дальше расходовать их. Поэтому я считаю, что этот закон действительно очень социальный, очень важный. Да, мы теряем в бюджете некоторую сумму, но я считаю, что это оправдано. Закон уже вступил в силу. Депутаты надеются, что сэкономленные средства будут направлены на благоустройство и ремонт зданий сельских почтовых отделений. Надежда Архипова, Шестой канал. Как улучшить качество образования в школах Владимирской области? В Кванториуме проходит семинар среди педагогов и представителей власти. Они обсуждают новую методологию оценки качества учебных программ. Первый пилотный проект запущен в нашем регионе. По этому же принципу будет разработан новый индекс качества образования для всей России. Когда мы формировали эту методологию оценки качества общего образования, мы исходили из понимания того, а что мы хотим от школы. Что хотят дети от школы, что хотят родители от школы, что учителя хотят от школы. Как отметили на семинаре, система образования должна открывать способности учеников, вовлекать в точные и естественные науки. После оценки качества образования выявлено, что выпускники Владимирских школ редко выбирают физику, химию и биологию для сдачи ЕГЭ. Если мы видим, что в половине школ не выбирают биологию, мы дальше уже обращаем внимание на каждую конкретную школу и дальше уже вопросы к учителю задаем. А почему на твоем предмете никто не выбирает его? Как ты так работал, что ты не заинтересовал? Сложных вопросов внутри образовательных коллективов немало отмечает вице-губернатор Владимир Куимов. Одна из главных проблем – подготовка к поступлению в ВУЗ. Почему на сегодняшний день родители продолжают искать репетиторов, готовиться с репетиторами к каким-то экзаменам, к каким-то контрольным работам? Ученик должен осваивать предмет в школе. У него должно быть, и президент уже неоднократно об этом говорил, сбалансированная нагрузка. В зале около 200 слушателей. Среди них учителя, директора школ, начальники управления образования. Все они приехали из разных уголков области. Объединяет одно – жажда знаний для улучшения работы. В этой методологии важен как учитель, как его рост профессиональный, так и ребенок не стоит в стороне. То есть это творческий тандем учителя и ученика. Индекс качества общего образования Российской Федерации будет разработан осенью. А пока есть что обсудить. После прохождения семинара слушатели получат удостоверение о повышении квалификации. Евгений Павлов, Артем Замоскин, 6 канал.